Добрый день, коллеги! Большое спасибо, во-первых, Анастасии Павловой. Она сняла с меня сегодня такой груз, задачи контролировать до минуты. Я буду таким хорошим, добрым полицейским, который все разрешает, а Анастасия все контролирует. Очень приятная роль в этом фильме у меня сегодня. Большое спасибо всем собравшимся. Все, кто присутствует на площадке, все, кто подключается к нам онлайн. Мы каждую неделю проводим на площадке общественной палаты мероприятия при поддержке полномочий на площадке прав предпринимателей. И в рамках Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития обычно это мероприятие, посвященное предпринимательской повестке, совершенно разным темам, разным отраслям нашего делового сотрудничества. Сегодня я очень рада, что у нас будет очень много про творчество, хотя кино, безусловно. Это не только часть нашего культурного моментального сотрудничества с Китаем, это часть очень серьезной предпринимательской повестки. Я в этом тоже сегодня пройдет речь, потому что Китай удерживает, уверенно, место второго крупнейшего кинорынка в мире. В рамках комитета действует Совет по культуре, который возглавляет фитнес-фитнес-фитнес-фитнес-фитнес-фитнес-фитнес-фитнес. Это наш совет, его руководитель, лидер по количеству лент, которые были показаны российски в Китае. Нам есть чем гордиться, есть что рассказать. Но у нас сегодня очень большая панель, очень много спикеров, поэтому я не буду отнимать много времени. Давайте передадим слово тем, кто сегодня готовится выступать. И модерировать будет Анастасия Валерьевна. Анастасия, передадим слово. Спасибо большое. Спасибо, Юлия Геннадьевна. Еще раз здравствуйте. Еще раз Нихао, Синьфо и Феичан Хиньхао, дорогие китайские друзья. Итак, мы сегодня начинаем с вами мероприятие, которое посвящено сотрудничеству России и Китая в области кино. И начинаем мы его в очень интересный день, потому что именно сегодня заканчивается Московский международный кинофестиваль. Именно сегодня заканчивается Пекинский кинофестиваль. А вчера в подмосковном Павловском посаде открылся международный кинофестиваль «17 мгновений весны». И я просто хочу сказать, что эта повестка, которая связана с бизнесом в области кино, она с одной стороны творческая, а с другой стороны она очень сильно предпринимательская. И для того, чтобы не тратить время других спикеров, я сразу хочу передать слово, потому что сегодня для нас записала видеоприветствие директор международного сотрудничества, директор департамента международного сотрудничества всей Китайской ассоциации сохранения культуры малых народностей при Министерстве культуры Китая госпожа Лу Мэнь. Давайте посмотрим, какое приветствие нам представят из Китая. Погромче. Дамы и господа, друзья, меня зовут Лу Мэнь. Я директор департамента международного сотрудничества всей Китайской ассоциации сохранения культуры малых народностей. Позвольте искренне всех поприветствовать и поблагодарить за возможность быть сегодня здесь с вами. В 2023 году завершаются годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. И хотя официально еще не объявлено, ожидается, что в 2024 и 2025 году эти годы будут провозглашены годами культурных обменов России и Китая. И давайте же начнем работать над развитием уже сейчас и положим старт к работе, положим старт культурным обменам. Не секрет, что развитие общения международными – это лучший инструмент укрепления взаимного доверия. Где доверие, там и сотрудничество. Говорят, что доверие дороже денег. Так давайте укреплять это доверие, в том числе путем развития культурных отношений. Давайте развивать наше общение с помощью музыки, с помощью кино. Потому что это универсальный язык. С развитием российско-китайских культурных отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху ширятся наши гуманитарные связи. Все слышали о взлете интереса к китайскому языку в России. И все знают, насколько давно китайцы изучают русский язык в Китае. Однако нам предстоит сделать еще многое в развитии гуманитарных обменов. Так мы знаем, что сейчас сохраняется дефицит профессиональных переводчиков, тележурналистов. И нам очень часто не хватает на функционные поддержки обеих стран. Чтобы удовлетворить такой дефицит, нам нужно постоянно повышать заинтересованность наших партнеров друг в друге. И лучший инструмент повышать эту заинтересованность и как можно чаще делать такие мероприятия и делать скультурные обмены. Всем спасибо! Всем спасибо! Спасибо большое, госпожа Лумейд. Спасибо большое, Юлия Леонидовна. Мы сегодня услышим еще выступление Юлия Леонидовны отдельно. А сейчас мы дальше переходим по программе. Заранее хочу сказать, что вот та последовательность, которая в программке у вас в папочках есть, она может меняться в зависимости от ситуации, потому что вы все это прекрасно понимаете. Каждый из вас профессионал. Итак, я очень надеюсь, что в онлайне вместе с нами находится советник генерального директора по развитию и управлению бизнес-процессами Роскино Сочунова Римма Наилевна. У нее тема выступления «Китайские локации в России для кинотуризма». Римма Наилевна, вы с нами? Да, да, да. Спасибо вам большое. Мы все внимательно вас слышим. Напоминаю, что у нас у каждого 5 минут, драгоценных минут для вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Я от имени Роскино приветствую всех участников сегодняшнего круглого стола. И вкратце расскажу, какие проекты мы реализуем в этом году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Но прежде всего я хотела бы рассказать о том, причем эти проекты у нас реализуются впервые. Первый проект – это организация проведения локейшн-туров для международного киноиндустриального сообщества. Цель данного проекта – это открыть Россию для продюсеров, для кинокомпаний иностранных государств, способствовать развитию регионального кинопроизводства и повышать туристический потенциал России. В августе месяце у нас запланирован прием продюсеров из Китая и китайских кинокомпаний, в рамках которого мы планируем их ознакомить с интересными локациями для съемок фильмов на территории следующих регионов. Это таких, как Санкт-Петербург, Ленинградская область и, вполне возможно, что мы еще захватим Корею. Кроме того, что приглашая наших коллег из Китая, мы также планируем, что в период их нахождения мы организуем круглый стол в рамках кинофестиваля «Окно в Европу», который будет проходить в городе Выборге. На этих круглых столах мы будем обсуждать, прежде всего, о возможностях ко-продукции между странами и, конечно же, будет презентация локейшн-туров для кинетографистов Индии. Я хочу сказать, когда мы приглашаем коллег из Китая, мы берем на себя практически все расходы, связанные с пребыванием их на территорию Российской Федерации, проживание, питание, транспортное обеспечение и сопровождение на период всего локейшн-тура. Это вот один проект, о котором я хотела рассказать, а второй проект, опять-таки новый, это показы зарубежных фильмов на территории Российской Федерации. На сегодняшний день у нас идет коммуникация, переговоры с киноархивом Китая по, так скажем, на паритетных основах показов российских фильмов на территории Китая и также показов китайских фильмов на территории России. Ну, мне кажется, что вот все это, вот такого рода мероприятия, они будут способствовать прежде всего тому, что мы сможем, во-первых, укрепить культурное сотрудничество между двумя странами. Это перспективы сотрудничества в направлении создания совместных проектов с кейли кинопроизводства и проведения киномероприятий. Ну, когда я говорила по поводу локейшн-туров, хотела бы шаг назад сделать, хочу сообщить, что, конечно же, многие страны, в том числе и Китай, не знают, насколько много локаций есть в нашей России. Но так как через Россию проходит 8 климатических зон, то здесь, в России, одновременно можно снимать и европейскую архитектуру, и азиатские кварталы, и американский каньон, и марсианские пейзажи, и ледниковые периоды. Кроме того, мы и можем предложить также воссоздать различные эпохи. Препосредственно для этого у нас есть весь необходимый потенциал. Кроме наличия прекрасных локаций в Российской Федерации, на сегодняшний день у нас прекрасные сервисные компании, которые могут оказать весь комплекс услуг постпродакшен. Поэтому мы, конечно, с огромным удовольствием приглашаем китайских продюсеров и ведущих китайских кинокомпаний в Россию, для того, чтобы открыть Россию по-новому, как самую интересную локацию для съемок фильма. Спасибо. Римма Наильна, огромное вам спасибо. Ваше участие сегодня не только повышает уровень высокого профессионализма нашего круглого стола, но оно дает очень большую надежду на укрепление новых этапов сотрудничества между Россией и Китаем, особенно в области кино. Спасибо большое от всех от нас. Друзья, мы продолжаем. У меня для вас маленькая презентация, для того, чтобы сберечь каждое время каждого из вас, но я все-таки вам ее покажу. Леночка, давай прям быстро презентацию, просто введение в тему, как у нас сейчас строится вообще история, связанная с китайским кино. Очень быстро. Китайское кино появилось, ну, по неподтвержденным данным, но тем не менее, в 1896 году, за это время, очень большой объем набрало китайское кино. Я хочу сказать, что вся моя презентация и презентация других спикеров обязательно будут пересланы всем участникам. Одно маленькое замечание. То, что делают в Китае, не делают ни в одной стране. Уровень локации, уровень качества подготовки, уровень максимальной проработанности любого материала, ну, нам всем учиться. Следующий слой. Есть такая в китайской, вообще в Китае есть такой киногород. Киностудий очень много, но вот один киногород, мне посчастливилось там бывать, это киностудия Хайдзянь. Это киностудия, которая вызывает 10 Голливудов. Эта киностудия, чтобы у нас все погасло, эта киностудия Хайдзянь, она построила, вы только вдумайтесь, несколько сотен декораций. Декораций. И эти декорации, они работают в том числе как туристические объекты. Ну, кому будет интересно, посмотрите, погуляйте, хотя бы виртуальный тур, посвященный киностудии Хайдзянь, есть, чтобы вызов у меня, виртуальный тур есть в интернете. Я просто хочу обратить ваше внимание, что любая киностудия Китая, она является очень интересным туристическим объектом. А тема кинотуризма, она для нас тоже максимально интересна, потому что одним из главных моих направлений является туристическая интеграция. Следующий слайд. Очень интересное сотрудничество в области анимации. Мультики любят все, и взрослые дети. И я просто хочу сказать, сегодня у нас будет отдельный, я надеюсь, спикер и отдельный доклад, посвященный анимационному сотрудничеству между Россией и Китаем. Но вот так, просто по верхам, я хочу всех поздравить наших российских граждан, потому что три наших мультика. Маша Медведь, Мимимишки и еще мультик, который называется, сейчас я вспомню, скажу вам потом. Ну, в общем, три, да-да-да, три мультфильма наших пользуются огромной популярностью в Китае, они переведены на китайский язык, они бьют рекорды по просмотрам. Но есть еще и китайские мультфильмы, которые всем нам, всем русским, российским и русскоговорящим детям еще придется открывать. Китайские мультфильмы очень любопытные, с совершенно неожиданным сюжетом. У нас сегодня здесь в гостях, ну, можно сказать, китайские детки, уже взрослые студентки. Мы в конце обязательно спросим их мнение, что интересно китайской молодой аудитории из русского контента. А что интересно русскому контенту, мы тоже посоветуемся. Следующий слайд. Этот слайд посвящен российско-китайским проектам и проектам, которые действительно очень популярны в Китае. Ну, вы вот сами видите, что «Служебный роман», всем хорошо известная кинолента, он был одним и остается одним из лидеров китайского проката даже в онлайн-кинотеатрах. Поэтому темы мелодрам, темы замечательных таких хэппи-эндов, они очень востребованы в Китае. Ну, и есть замечательное кино, которое называется, это кино связано со сказкой китайской, где русский парень укрепляется в китайскую принцессу. Вот это кино, снятое в 1997 году, вот эта сказка до сих пор очень востребована в России. Следующий слайд. И завершая свою презентацию, опять-таки очередным поздравлением, вы знаете, у нас сегодня очень символичное мероприятие, ровно месяц назад была представлена широкой российской и китайской публике очередная большая серия документального проекта, который называется «Цитаты Си Цзиньпиня». Этот проект побил все рекорды по просмотрам, более 4 миллионов просмотров набрала первая часть, вот вторая часть была представлена месяц назад. И эта тема документального кино и сотрудничества в области России и Китая в области документального кино, это тоже тема, на которую я предлагаю обратить внимание всех предпринимателей в области киноискусства. На этом моя презентация завершена, всем, кому интересно, я обязательно пришлю. А сейчас, вы знаете, я хочу представить вам, совершенно не побоюсь этого слова главного сегодняшнего гостя, потому что нам сегодня очень повезло, к нам сегодня лично приехал настоящий профессор, человек, который все знает о российско-китайском культурном сотрудничестве, член Союза кинематографистов России, член Всекитайского научного общества, мирового кино, член Союза писателей Китая, господин Бай Сы Хон. Господин Бай Сы Хон, давайте отдельно поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ждем вас тогда, пожалуйста. Во-первых, я бы хотел поприветствовать всех, во-вторых, я бы сказал, что исторические, членские зрители всегда хорошо, положительно воспринимались в советские и российские фильмы. Это очень ясно из того, что поскольку китайские зрители, так же как советские и российские зрители, имеют общие ценности, в том числе антифашистские. Это антифашистские, это понятие для советских, российских и для китайских зрителей, это общее. Сразу после культурной революции, после перерыва 20-летнего закрытия советских фильмов, то впервые показывали именно фильм «Особождение». Это сразу после культурной революции, это еще в конце 70-х было показывали, а то этого в течение 20-ти лет уже не показывали с советских фильмов. Тогда в советских фильмах в годах 60-70-е годы были в основном неинтересные питания. Но после культурной революции начали воспринимать, ну, восполнить вот этот проблем, начали в советских фильмах питать. Вот такие, как вот, кроме, значит, скажем, «Особождение» и «Сталинградская битва», сейчас скажем, падение Берлина, вот, и старых. А «Сталинградская битва» — это фильм «Сталинградская битва», который тоже принимали в Китае положительно и хорошо. И в 2015 году в Китае был показывать новый фильм, уже новый вариант, это «Озоний свистих». А это фильм в Китае, очень популярный, хотите, в каждой семье не знают, это фильм «Малатвейская битва». Это, ну, подождите, вот именно потому что эти антифашистские отношения. Потом второе — это ценность общая между советскими, российскими зрителями и китайскими, так это иммунитарные ценности. То, что гуманизм советского кино, который намного повлиял на китайский. И я думаю, что вот именно этот гуманизм советского кино и повлиял на китайский фильм. И очень много таких фильмов, такие как «Мокзал для двоих». Это простой фильм, простая история, но там очень хорошо вас принимают. Я думаю, что в дальнейшем новый фильм был бы именно ориентироваться на эти общие ценности для советских, российских и китайских зрителей. Потому что это хорошо. А потом я хотела еще сказать, что я буду под руководством Юрия Ивановича, начальника международного отдела. Мы с ним очень много делали большую работу под его руководством. И за эти 20 лет очень много проводили и в фестивале в Китае, и в России. Вот Юрий Иванович с себя старается как можно больше и показывает и российские фильмы в Китае и в Китае в Китае в России. Очень много. И сейчас, поскольку Китае открылся, то уже выполнения очень большие. И потом, может быть, Юрий Иванович рассказывает, что один из больших мероприятий будет сидеть, который будет форум после его руководства сотрудничества в области кинопрократа между Россией и Китой. И, может быть, пошел дизайнд, китайский продюсер «Человека-15». Они привезут ей свои фильмы и будут интересоваться, какие российские фильмы можно было купить их в Китае. И сейчас, поскольку уже легче, потому что до этого было сложно российские фильмы, потому что в Китае раньше было года, года сорока фильмов. И в основном это голливудские, потому что они кассовые. Но российские фильмы хорошие, не всегда классные. Из-за этого он чуть-чуть получился в Китае. Но, с другой стороны, когда мы с Юрием Ивановичем пойдем в Китай, с российскими кинофестивалями или кино-неделами, там всегда очень хорошо. Хочешь, очень хорошо. На колене все говорят, почему кинотеатры не показывают? Ну, здесь, если вы ищите на такой шпидите, на том смысле, в том смысле, в том смысле, в том, нынешний «Джао» и куска китайского кинофестиваля, в основном, уже молодые, они учились в Америке. И очень много представителей американской, корейбургской компании, и они, естественно, кассовые, взял фильмы. Воспитали китайских зрителей в курсе корейбургского кинофестиваля. Я думаю, что сейчас реальность была такая. Сейчас, конечно, улучшается. И новые российские фильмы, там, «Снежний колорец», я очень пользуюсь большим успехом. И я думаю, что пути это лучше, еще, скажем, уже закончится. Спасибо большое, господин Майсихун. Мы дальше идем по программе. И я хотела еще в вашем присутствии выразить огромную благодарность следующему спикеру, поэтому я сейчас слово передам, потому что мы очень давно вместе дружим, сотрудничаем, и нас объединяет очень много российско-китайских проектов. Юлия Леонидовна Ельченко. Она сейчас расскажет про один китайский конкурс, но у нас будет еще несколько сегодня таких реперных точек, которые мы совместно с Юлей Леонидовной сделали. А сейчас, пожалуйста, Юлия Леонидовна, про конкурс. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Настя, за предоставленное слово. Честно говоря, мы со многими здесь с вами знакомы, и после долгого перерыва пандемии увидеть всех как праздник. Наша компания, русско-китайский центр арты и бизнес-коммуникации «Мост» давно связан с крепкими дружескими отношениями, деловыми отношениями с Китаем. Но мы не всегда касались темы кино. В основном мы занимались продвижением русской культуры в Китае. Но вот после пандемии мы вдруг увидели возросший интерес китайских кинокомпаний к российским режиссерам. И очень много объявленных сейчас конкурсов на документальное кино привлекают российских режиссеров, и на художественные фильмы короткометражные. И, собственно, об одном из них я хотела рассказать. И ко мне присоединится еще один из организаторов, чуть-чуть попозже китайский. Я коротко расскажу, что можно подавать заявки сейчас на грант. Организаторы китайской компании «ВАСУ» объявили конкурс на следующие фильмы. Художественный фильм на тему охраны окружающей среды. Содержание съемки может быть следующим. Конкретные меры по охране окружающей среды на местном уровне, то есть здесь, в России. О сельских пейсажах и сельской жизни. Короткометражные фильмы об общественном благосостоянии. Или рекламы социальных проектов и социальных услуг. Вторая тема – о спорте. Содержание съемки может быть любимой виды спорта в России среди любителей воплощения спортивного духа. И третья тема – это инновации. Влияние инновационных вещей, таких как технологии и умные устройства. Очень приветствуют, если вдруг снимется фильм о китайских технологиях, которые в России популярны. И, в общем-то, объявлен грант и объявлены призовые места. Там конкурсные места – 500 тысяч рублей, по-моему, первое место – 302 и 203. Ну, естественно, всех будут приглашать в Китай. То есть, если у кого-то возникнет вдруг интерес, то обращайтесь. Я обязательно всем разошлю подробности. Это просто, может быть, не в качестве какого-то основного проекта будет для вас, потому что все здесь большие профессионалы, понятно, но просто в качестве того, чтобы еще на шаг стать ближе к китайским кинокомпаниям и организаторам различных киномероприятий, стивари и так далее. То есть, это хорошая возможность. Всем спасибо. Спасибо, Юлечка. Спасибо большое. Сейчас выступал генеральный директор российско-китайского центра «Арт», бизнес-коммуникации «Мост», официальный представитель китайского международного кино-конкурса, международный конкурс «Микро-видео Рио». Ну, мы еще вернемся. Спасибо. И как раз вот ты сказала по поводу, то, что есть заинтересованность в спортивной тематике. И я сейчас, прежде чем я передам слово другому нашему спикеру, я хотела бы нашего девника, «Леночка, включите, пожалуйста, ролик «Небесная команда». Казалось, что это будет очень-очень к тему. И я с огромной радостью передаю слово тоже большому нашему другу, замечательному партнеру, представителю вот этого прекрасного фильма «Небесная команда», генеральному директору «Премьер» Елене Владимировне Шаховой. Елене Владимировне много разных должностей. Она захочет расскажет еще позже. А сейчас «Небесная команда» для «Небесной». Добрый день, уважаемые участники «Круглого стола». Я представляю команду создателей фильма «Небесная команда». Фильм создан как кинопамятник и посвящен трагедии, очень серьезной, которая произошла в Ярославской области в 2011 году. Погибла хоккейная команда «Локомотив», очень любимая не только жителями региона, но и, наверное, всей России. За рубежом она была известна. И этот фильм не столько о спорте, сколько о любви. О любви каждого человека, который так или иначе прикасался к этой команде. Это болельщики, это люди, которые работали с членами команды, с игроками. Это любимые женщины, друзья, семьи. То есть это такой фильм не столько о спорте, сколько о каждом из нас. Ну и, конечно, о роли спорта, о роли команды в жизни каждого человека в этом городе. Вот это очень тонкая тема, когда огромное значение каждый из нас придает своей собственной жизни. И мы понимаем, что каждый день он на вес золота. И когда кино, вот этот вес золота каждого нашего дня фиксирует и бережет, вот в этом его огромная миссия. Поэтому большое спасибо за эту информацию. И я, вы знаете, хочу еще отдельно поблагодарить. У нас сегодня такая широкая география на круглом столе. Вот со мной рядом сейчас сидит Ярославская область. Я знаю, что прилетели люди из Тюменской области отдельно. Анатолий Иванович, я вас вижу, очень рада. У нас приехали люди из Красноярска. У нас приехали люди из Томска. То есть, понимаете, какой большой интерес вызывает эта тема. А я понял, насколько еще? Ох, это вообще прекрасно. Но сейчас я вас хочу удивить на самом деле максимально. Я очень благодарна, что сегодня на это мероприятие к нам приехали не только суперспециалисты в области кинотуризма, в области локаций, связанных со съемками кино. Но, вы знаете, с нами за столом находится настоящий монах Шаолинского монастыря. Я хочу передать слово руководителю Центра боевых искусств ДАМА, личному ученику, настоятелю храма Шаолин, преподобного Ши Юн Синя, Вячеславу Михайловичу Рогову, и руководителю туристско-рекреационного комплекса «Территория Дзинь». Вячеслав приехал вместе с Натальей Николаевной Роговой, самобудсменом по защите прав предпринимателей Зубцовского района Тверской области. Так что у нас сейчас с вами из Тверской области настоящий воздух Шаолиня. Слава! Доброго здравия всем уважаемым присутствующим за этим замечательным столом. Да, действительно, я представляю храм Шаолинь в России уже достаточно давно, больше 20 лет. Но маленькая все-таки поправка, Анастасия, я не монах. Да, есть одна заповедь, которую я не взял, потому что действительно я монах, но все остальные, надеюсь, выполняются достаточно хорошо. И наше общение, наша семейная ценность культурная, в том числе с храмом Шаолинь, она на протяжении этих многих лет продолжается, скажем так. Я благодарен, что нас сегодня с супругой пригласили. Действительно, мы из Тверской области, действительно, мы построили и в процессе строительства еще находимся территорией Дзинь. Это такая, на наш взгляд, интересная локация. И что касается кинематографа, действительно, на нашей территории было сделано и создано уже несколько фильмов. И как и китайскими, я не знаю, насколько они там какие-то мощные профессионалы или там известные в Китае, но, по крайней мере, те люди, которые в Тверской области создавали фильм о двери, именно связанные с туризмом. Действительно, одна из локаций была снята на нашей территории и на кинофестивале с границей. И этот фильм занял первое место, и мы счастливы, потому что наша территория была там, по крайней мере, продемонстрирована. Мы открыты для всех, и локации для съемок в том числе, но в основном, конечно, к нам люди приезжают с той ценностью, которая является культурной, и которая в Китае является, на наш взгляд, на мой, может быть, не очень профессиональной взгляд, ценностью, которая делает людей людьми. Это, конечно, ощущение, чувство, состояние чань. Ну, если я говорю о чане буддизме как представитель, но чань – это все, что мы делаем. Все наши поступки, которые отражаются в пространстве, и если мы делаем с чистым сердцем, то это чань. Все очень просто. На самом деле, в храме Шарии отношение ко всем конфессиям и ко всем мировоззрениям, оно очень простое. Твои поступки, твоя жизнь, твои эмоции, твои состояния – это все самое главное. Наверное, Наталья Николаевна хочет поговорить. Я слышу, что Наталья Николаевна. Хорошо. Наталья Николаевна, обязательно, пожалуйста. Обязательно. 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 Наталья Николаевна действительно является омбудсменом, и мы находимся в этом здании по ее непосредственной профессии. Действительно, у нас есть очень много сложностей в связи с развитием проекта, но я думаю, что Наталья Николаевна расскажет. Во-первых, здравствуйте всем и благодарю за приглашение, Анастасия. Что сказать, что очень тесно наша семья, конечно, связана с культурой Китая. Мы очень любим Китай, очень проехали его весь и во всех самых прекрасных местах Китая. Очень знаем, очень много людей уже в Китае. И, конечно, очень радостно, что у нас сейчас поднимаются вопросы об обмене культурными ценностями, в том числе и кино. Но еще раз хочу добавить, что то, что на сегодняшний день уже сделано, это довольно-таки серьезный прорыв. Потому что помимо того, что создано уже сейчас можно посмотреть, также можно, конечно же, узнать у нас, как вообще происходит продвижение таких сложных проектов, как территория Дзен. Но мы справились, и огромное количество русских людей, российских, приезжает к нам и получает, конечно же, массу информации о культуре Китая. Естественно, параллельно мы развиваем вирус по русскому культуре, потому что у нас сейчас профессиональнейший музей русской культуры на территории построен и начинает работать. Скажем так, взаимодействие русского и китайского мы совместили в максимально возможных традициях. Конечно же, мы всех приглашаем к нам в гости. Спасибо. Спасибо. Прошу прощения, еще два слова. О самом непосредственно храме Шалинь. Мы на протяжении уже больше 20 лет каждый год находимся в храме Шалинь. И я просто реально вижу, сколько съемочных групп присутствует там в то время, когда мы присутствуем. То есть и в то время, когда мы присутствуем, там они тоже присутствуют. Такое великое количество фильмов, казалось бы, такая маленькая тема, как кунг-фу, ну и все, что связано с Шалиньем, это дух, да. Но всегда находятся люди, которые продолжают желать снимать в храме Шалинь какие-то такие очень интересные истории. Я думаю, что эта тема связана со спортом, которая была озвучена, восстановление духа, спорта, силы воли, храм Шалинь и все, что связано с ним и вокруг него. Я думаю, что это тоже очень интересная тема, особенно для молодежи. Вот эти фильмы, ну, вы поняли вообще. Спасибо. Спасибо большое, Слава Наташе. Я прошу прощения, просто, вы знаете, я хочу поделиться, я была на этой территории Цзэнь. Если вам захочется посетить настоящий маленький Китай в Тверской области, вы сразу попадете туда, отъехав немножко километров от Москвы. Но самое главное, что есть на этой территории Цзэнь и что меня бы поразило, это действительно путь к себе. Потому что вот Вячеслав с Натальей сделали невероятную локацию, туристическую локацию, причем локация связана, естественно, с предпринимательскими процессами. Все организовано идеально с точки зрения туристического предпринимательства, но все настолько организовано для каждого человека, как вам это удается, непонятно. Там очень большое количество посещаемых гостей, но там полное пересечение культур. И люди из разных религий, из разных стран, они приезжают на территорию Цзэнь. И вот я тоже, я признаюсь вам, вот мой маленький секрет, я очень скучаю, когда по Китаю. Я звоню Вячеславу, говорю, так хочется в Китай, говорит, приезжайте в территорию Цзэнь. Вот кому хочется в Китай, тому территория Цзэнь рядышком. Спасибо еще раз. Друзья, мы двигаемся дальше по программе. У меня для вас замечательная новость. Вы знаете, руководство общественной палаты так прониклось в наши темы, что нам дали немножечко больше времени. Поэтому я так сейчас не особо останавливаю наших спикеров, но мы все равно в регламенте. С большой радостью хочу передать слово действительно реально очень интересному эксперту в области современного искусства, продюсеру, общественному деятелю, президенту Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни», вице-президенту фонда «Содействие и сохранение культурного наследия» Галина Васильевна Мерзликина. Галина Васильевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо вам, спасибо за приглашение. Я рада всех приветствовать. Хочу немного рассказать о нашем центре. Мы занимаемся культурными проектами уже более 15 лет. Работаем практически с большей командой. Мы работаем по всем направлениям директурной деятельности. Сейчас будет громче. В том числе в настоящее время мы занимаемся, я являюсь креативным продюсером, проект кинодокументального, как клинитражных фильмов под названием «Картина мира». Это проект о русских художниках, которые путешествовали по России, в том числе путешествовали по всему миру. То, что касается Китая, это путешествие Николая Рериха, которое он сделал через Алтай и далее Вадим. Также в настоящее время готовится большой фестиваль при поддержке Карина Георгиевича Шахназарова и союза театральных деятелей, в котором будут собраны специалисты различных направлений кино, театра, актеры и продюсеры, в том числе из наших топовых позов. Также этот фестиваль является международным. Я очень надеюсь, что мы найдем здесь информационных партнеров, которые привлекут к этому фестивалю китайские фильмы и китайских специалистов. Называется «Бордерс Фрейн». Без границ. Вообще в России очень много кинофестивалей международных, по-моему, более ста зарегистрировано было в Министерстве культуры, и каждому фестивалю требуется большая информационная поддержка. Потому что я, как продюсер, занимаюсь большим количеством фестивалей, и информационная поддержка в наше время одна из основополагающих, потому что если нас нет в информационном пространстве, то фактически мы не существуем. Даже если обратить сейчас внимание на то, как проходит МКФ, мне кажется, что достаточно тихо. Давайте будем искать деньги. Дело в том, что здесь тема была про предпринимательство. Я бы хотела обратить внимание, что наши предприниматели, наверное, не совсем владеют информацией о том, как они могут поучаствовать в кино, и что это им даст. Я думаю, что нужно устраивать больше таких круглых столов и обсуждать именно плюсы, которые дает кинематограф, и участие для предпринимателей, и привлекать сюда предпринимателей, которые могут участвовать. Потому что в Америке только доход рекламной индустрии в кино составляет более 24 миллиарда в год. В нашей стране есть совсем другие цифры. Если небольшой короткий ролик в американском фильме участие, вернее, бренда в небольшом коротком ролике где-то от 22 тысяч долларов составляет, то у нас зачастую бывает, что 22 тысячи долларов – это бюджет всего фильма. Поэтому, наверное, как наши товарищи здесь уже говорили, что не имеет кассовых сборов многие российские фильмы. Это в том числе и зависит от отсутствия денег. То есть это прямая связь к тому, что нет денег. Ну, собственно, давайте работать, давайте устраивать круглые столы, приглашать предпринимателей, рассказывать им о плюсах, о плюшках, которые они получают. Но еще важный момент – привлечение государственных органов. которые тоже должны понимать те плюсы, которые дает кинематограф, в том числе и частные компании, которые занимаются съемками, когда они делают свои проекты и показывают всю мощь именно российского государства с той стороны, с которой считают нужным. В том числе и в нашем случае мы, например, со стороны искусства. Мы показываем, что искусство не имеет границ, и что наши российские деятели искусства занимались этим во все времена и продолжают этим заниматься, используя свои силы. Ирина Геннадьевна, спасибо большое, Галина Васильевна. Ирина Геннадьевна, пожалуйста, сказал что мы могли сказать о самой новой и самой интенсивной отрывающейся схеме христианных языках, анимации, и индустрии, и физика. в этом году знаете отметила что 10 лет и одно из важнейших я вам сейчас покажу слайд как за 10 лет существования анимации более продвинулись мы достигли значительных объемов экспорта, переводится на 60 языков, показывается в 150 странах, миллиарды просмотров в интернете, развиваются также бренды и лицензионные деятельности, объем производства у нас вырос очень значительно, тут наверное я скажу про последний год, который для нас был с одной стороны очень драматическим, потому что ушли многие зарубежные партнеры, но с другой стороны наша индустрия совершила качественный скачок, потому что когда снимать и когда ушли зарубежные мейджеры, в общем, инновационная индустрия не привлась, и за этот год, мы за 22-й год выпустили 13 полуменедражных фильмов и 8 спецпроектов, примеры сериалов и кино, и можно сказать, что это сейчас наша главная задача, мы занимаем те лиши, которые у нас освободились, и делаем это достаточно успешно, коллеги говорили о предыдущем спике, о роли государства, которое нас безусловно поддерживает, ну например, в этом году мы впервые 8 апреля отметили день российской анимации на государственном уровне, указан президента, он был учрежден, много работали над этой темой. Собственно, 8 апреля 1912 года состоялась первая пильвера первого анимационного фильма, который назывался «Прекрасная лукамина», режиссера Владислава Сталинча. Собственно, Россия, в свеже Франции, была первой страной, в которой появилась анимация как направление искусства. Вот, и сейчас я представляю именно индустриальное направление, то есть мы работаем с предпринимателями, с продюсерами, которые развивали бренды анимационные, но нужно, конечно, понимать, что индустрия анимационного кино – это долгосрочный, трудоемкий, финансово-затратный механизм, и поэтому без поддержки государства мы бы просто не выжили, особенно в тяжелые дневности в годы, когда, собственно, благодаря Министерству культуры, которое финансировало, акторское кино сначала, потому что первым начало поддерживать и реальные фильмы, появление фонда кино, которое сейчас финансирует полуметражные фильмы, постановлением, опять же, указом президента было в 2000-2003 года назад специальной субсидии, и по миллиарду рублей распределяют сейчас на поддержку уникальных аккордских фильмов, собственно, на уровне федеральном, у нас поддерживают также русские новости, мы сегодня слышали выступления коллеги, прежде всего в экспорте, очень хорошо мы работаем с Москвой, потому что здесь была на очередном совещании, в понедельник состоялся большой метап по кино, где рассказывалось о том, как в Москве создается такой кино-медиа-фэшн-анимационный хаб на базе тяж-маш какого-то завода на Рязанском проспекте, и, собственно, мы как раз говорим о том, чтобы там был и анимационный кластер, и они представляли как раз для кино большое пространство в «Инна-Терри Маятева», в «Новой Москве» под глазами Юровых, где будет строить все от возможности плавать до возможности взрывать все, что хочешь. В общем, мы очень хорошо работаем с государством в этом смысле. У нас есть риготные налоговые, которые государство нам дает уже в второй раз, и это, собственно, большая поддержка и большой в этом смысл, потому что у нас действительно складывается очень партнерское отношение с государством. Государство нам дает налоговые годы, нам дали, когда первый пакет, собственно, анимационные быстрее все направило в анимационное производство. Но за последние 5-7 лет удвоили количество фирмов, которые производятся в России. Ну, конечно, с Китаем нам не сравнится. У нас порядка, не знаю, 60-70 студий и 150 часов анимации. В Китае тысячи студий и десятки тысяч, сотни тысяч минут анимаций, которые производятся. В Китае во многом они являются для нас таким образцом. Собственно, вся азиатская такая вот линия, она связана с созданием технохабов, альгартовым анимациям. Мы ездили на культурную анимацию в Банжоу много лет назад. Ну, собственно, в общем, нам есть чему учиться у Китая, особенно в плане государства, в плане поддержки развития креативных индустрий, в частности, анимации. Здесь я немножко описываю о том, чем занимается наша индустрия. В общем, если вам интересно, я могу эту презентацию все переслать. Я ее готовила, собственно, для встречи по Китаю с Министерством экономического развития России и Министерством цифрового развития Китая, который культурует анимационную индустрию. Вот. Ну, если вам действительно интересно, что происходит в анимации, у меня есть огромная презентация, больше, чем на 50 слайдов. Я ее делала для отчетного собрания ассоциаций. Неделю назад оно прошло, и там действительно видно все, что мы сделали за последний год. Вот, собственно, некоторое количество компаний, которые являются членами ассоциаций, собственно, представляют всю анимационную индустрию страны. Мы объединяем все анимационные индустрии страны, буквально все. Вот некоторые бренды, которые развиваются. Тут нужно, конечно, сказать, что в Китае популярны не только маши, медведь или ленишки. В Китае, собственно, просто такое огромное интегрирует у нас все, и мы даже там не можем найти концов и собрать. Но я, тем не менее, сделала некий обзор. Я по нему очень быстро пройдусь. Опять же, можно будет посмотреть по конкретным студиям, где что развивается. Что касается марши медведь, мы все знаем, что это самый популярный интриг у всех времен и народов. Невашевский интриг у них, когда Гиннес, Гиннеса. У него 50 миллиардов просмотров, население планеты 8 миллиардов, как вы знаете. В Китае они зашли позже, потому что в Китае есть такая особенность под названием, ну, как бы это такой минус, который не в нашей недостатке, который является продолжением наших достоинств, который называется контрапар. И когда мы в 15-м году приехали первый раз на международную высоту Хусиба, рядом с нашим официальным стендом стоял такой вот кривой стенд промашенный греть, который сделали не знаю кто. Вот, собственно, они долго работали с Китаем и чуть позже вышли на этот рынок. Мы проводим кучу мероприятий, большое количество мероприятий с Китаем. В этом году, в июне, мы снова едем на кинорынок СК. У нас будет стенд, делается он при поддержке московского правительства. Ну, в общем, порядка 15-ти компаний будут живьем уже в Китае после периода Тунгинии. При этом параллельно мы проводим как раз при поддержке Министерства цифры, пропаганды. В общем, я куплюсь в его названии, но вы, наверное, знаете. Особенно коллеги с китайской стороны о каком министерстве я говорю. Каждый раз проводим такие онлайн-встречи, диалоги, где принимают участие очень крупные китайские компании, в частности, CCTV Animation. Там очень много китайских информационных каналов. И, собственно, нам всем следует получить с того, как Китай, конечно, развивает свою индустрию. Спасибо, я не знаю. С их протекционной политикой. Так, я куда-то никуда... Так, это, собственно, я хотела рассказать, как развивается сотрудничество с одним из партнёров в Китае. Вот они работают практически со всеми нашими Joy Culture Media. Не буду углубляться. И вот расскажу про один пример как раз того, как работает Китай. Это проект «Роши Панга». В 17-м году состоялось межправительственное межправительство для встречи с самоводством России. Со стороны России была вице-премьером Ольга Галадет, со стороны Китая вице-премьером госсовета КНР Ю Ю Юн Юн. И, собственно, там было принято решение на высоком правительском уровне делать такой проект. Как работает Китай? Ну, есть профессиональные герои, правда, да? И они его предлагают во все страны. Например, в Чехии они работают с Крош... Как называют Крой? Крой, Крой. Помните Кротик? В советское время Кротика, да? Вот у них вот такой есть мультфильм. И они делают проект про Банда и Кротик. У нас был выбран как раз «Смешарики». Это проект, которому в этом году 20 лет уже, собственно. Плакор первый проект, который по законам лицензионного рынка и бизнеса начал развиваться. И вот, собственно, они создали 52 серии. Полноценный проект вот такого сотрудничества. первый проект к продукции «Смешарики». Вообще, вот, спасибо, вы напомнили про кунг-фу, да? Кунг-фу, панда, да? Вот два бренда, кунг-фу и панда. И, собственно, как он фильмом продвигается национальный... Хотя это, ну, Дэн Боркс, американский фильм, но кунг-фу и панда, да? Два бренда, которые работают, про которые мы все знаем. И, собственно, когда их соединили вместе, получилась такая прекрасная синодетия. Я хочу вам показать афишу единственного фильма, в котором слялся народный артист АССР Вячеслав Васильевич Тихонов. Мы с вами сейчас находимся в юбилейном годе, посвященном Вячеславу Васильевичу Тихонову. В этом году ему исполнилось 95 лет, 8 февраля, а 11 августа, 50 лет, как вышел на экраны легендарный фильм «Семнадцать мгновений весны». И вчера на родине Вячеслава Васильевича Тихонова в прекрасном подмосковном городе Павловском посаде открылся успешно и очень ярко седьмой международный кинофестиваль «Семнадцать мгновений». И сейчас для всех вас я хочу вас познакомить с президентом фонда имени Вячеслава Васильевича Тихонова, с президентом фестиваля «Семнадцать мгновений», с дочерью Вячеслава Васильевича, с Анной Вячеславной Тихоновой. Анечка, пожалуйста, слово. Так, нужно включить звук. Звук на компьютере надо включить. Получается? Надо включить на компьютере. На компьютере. А вот. Да, вот, все отлично. Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Действительно, мы вчера открыли седьмой международный кинофестиваль «Семнадцать мгновений» в Павловском посаде. Вот. Хотелось бы сказать, что для нашего фестиваля сотрудничество с Китаем, оно уже происходит на протяжении нескольких лет. Несколько, два-три года назад мы как раз первой в России показали вот этот вот фильм. Он уже превратился в ретро, хотя не был никогда раньше показан в России. Фильм «Красный лебедь» режиссера Буронга, где снимался Вячеслав Васильевич Тихонов в Китае. Играл русского балетмейстера Гусева, который реально существовал, балетмейстера Большого театра. Вот. И этот балетмейстер Гусев ставил балет в Китае и поднимал его на высокий уровень, как это мы умеем делать. Вот. Фильм действительно очень интересный, очень колоритный, как многие фильмы совместные с Китаем. Также мы еще сотрудничаем с Англесцей Зинсень и с ее компанией. В наш план тоже входит создание некоторых художественных фильмов и не только фильмов разных мероприятий. У нас еще есть также дружественный кинофестиваль «Ангурская осень», который проходит в Благовещенске. И этот фестиваль очень давно, еще раньше у нас, тоже проводит свои мероприятия в Китае. То есть в Благовещенске они проводят часть мероприятия, потом они приезжают в китайские города. Сейчас боюсь я ошибиться, в какие именно. Но то, что они это делают, это совершенно точно. То есть сотрудничество у нас уже идет. А то, что сейчас с мощной такой волной вдруг взрывается и, наверное, с новой силой будет сотрудничество, это вообще прекрасно. У нас для фестиваля нашего главные такие постулаты – это традиции и ценности. Как известно, Китай тем более тоже славен именно этим, традициями и ценностями. Поэтому я думаю, что объединив наши традиции и ценности, обязательно нужно делать вот эти вот новые просветения, новые фильмы, новые мультфильмы. И появятся очень красивые дети у этих двух культур. Вот так. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Давайте аплодируем Анне Вячеславовне, потому что вчера на открытии вот этого международного кинофестиваля «Семнадцать мгновений» в словах приветствия нашего губернатора Подмосковья от Ильича Воробьева были такие слова, что имя Вячеслава Васильевича Тихонова – это имя вне времени, вне границ и вне пространства. И то, что в нашей стране есть такое великое имя, как Вячеслав Тихонов, который помогает сегодня своим кинонаследием, в том числе устанавливать российско-китайские киносвязи. К сожалению, не могу продемонстрировать вам действительно эти афиши и ролик маленький из этого фильма «Краска-дебедь», но вы только вдумайтесь, Вячеслав Тихонов сыграл балетмейстера Большого театра. Он ставил балеты в Китае. Так в Китае видели нашего великого артиста. Спасибо большое. А сейчас не только фильмы, не только мультфильмы есть в повестке российско-китайского киносотрудничества, но есть еще такое направление, как музыкальный клип. И я попрошу сейчас, Инночка, включите, пожалуйста. Мы сначала посмотрим клип. Российско-китайский клип. Для вас премьера специально для этого круглого стола. А после этой премьеры трехминутной я передам слово автору. Смотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, я хочу представить вам автора музыки, исполнительного директора фонда «Созидающий мир», режиссера документальных фильмов, композитора Михаила Константиновича Крылова, который специально для нашего мероприятия приехал в Санкт-Петербург. Добрый день, спасибо за внимание, спасибо за внимание клипу. Я в двух словах расскажу, чем занимается «Созидающий мир». Это некоммерческий фонд, созданный Вячеславом Заренковым, он, знаете, его президентом. Десять лет назад создан этот фонд, и Вячеслав Патамович, он очень активно поддерживает искусство во многих его жанрах. Направлений много отдельно, я потом расскажу, сейчас вынесу за скобки, но одно из направлений – это кино. И нам кажется, что музыкальный клип – это тоже маленькое кино, если он сделан профессионально, то это как раз мы находимся в жанре. За малое количество времени нужно в сочетании с музыкой показать, дать какую-то информацию. Как в этом клипе, например, который исполнили Фанни, китайский исполнитель, который достаточно в Китае известен. Я думаю, что наши китайские друзья подтвердят, Россия его пока не знает, но я думаю, что скоро обязательно узнают. Второй исполнитель этого дуэт – Анна Соловьева. Интерес создания этого клипа составил в том, что, естественно, Фанни записывался в студии китайской, а Анна Соловьева в студии Светланы Сургановой, кстати, в Петербурге, в Италии. Мы это все смонтировали с аранжировка Андрея Харченко, который учел саунд именно китайского звучания. Здесь национальные инструменты вы слышите, поэтому мне кажется, что этот дуэт тоже в рамки сотрудничества очень попадает. Ну, а в принципе «Сездающий мир», о котором я говорю, помимо клипов, снимает очень много документального кино с разными режиссерами киноэкскусства, с разными кинокомпаниями, в частности, мы честно сотрудничаем с делокомпанией «Дебют» «Примусфильм» и Борисом Васильевичем Токаревым, с которым мы снимаем фильмы о меценатах прошлого. Это тема, которая очень важна, и мне кажется, она важна не только для России, но и для мира в целом, потому что меценатов мы очень часто не знаем. Вячеслав Падамин, кстати, это продолжатель меценатства. Он награжден, точнее, ему присвоено почетное звание почетным меценатом Санкт-Петербурга. И звук нашего губернатора, он получил эту награду, точнее, свидетельство об этом звании. Поэтому он очень активно продолжает те традиции, которые Дягилев, Априкосова, Солодовников и так далее начинали достаточно давно. Он продолжает. А о тех меценатах прошлого мы сняли целый сериал фильма, который, конечно, будем тоже предлагать и китайскому зрителю, поскольку, мне кажется, это очень важно для мира в целом. Ну, я думаю, что про создающий мир можно говорить долго, и мы поговорим это уже за скобками, чтобы сейчас не отвлекать. Я здесь, есть сайт, есть координаты, я думаю, что мы продолжим общение уже в таком формате. Единственное, на что хочу еще обратить внимание, что завтра в 19 часов по кинскому времени, в 14 по московскому, начнется трансляция фестиваля, фестиваля совместного подготовленного, подготовленным китайским обществом вокальной музыки этнических меньшинств и нашим фондом «Свестяющий мир» совместный концерт, концерт, в котором используются исполнители в основном вокалисты, но также и балет, также и много циркового, и боевых искусств Китая. Чередуются номера русско-китайские, русско-китайские и так далее с комментариями, поэтому, если будет возможность, тоже есть ссылка, есть колокод, которым можно посмотреть в Китае в 19 часов, в России в 14. Ну, собственно, они будут идти одновременно. Так что вот такое сотрудничество у нас уже начинается и продолжается, в частности, благодаря Юлию Речневу, которая является главным организатором этого фестиваля, главным двигателем этого фестиваля. Огромное спасибо организаторам за сегодняшнее мероприятие. Я думаю, что мы продолжаем, продолжайте, продолжайте. Все только начинается, но начинается очень красиво с ним. Пожалуйста. Когда заиграла, после эфира заиграла музыка, я сейчас не думала, что все видите, я хочу обраться на экране, я сейчас объясню, почему. А мы этот жанр с вами с Китой попробовали два года назад, да? У нас в разгар ковида и фемиарное заседание комитета, оно должно быть так или иначе, ковид, не ковид, не важно. Мы проводили онлайн, большое обринадное заседание, я всем советую, платить квалификацию, и решили, что раз мы не можем встретиться лично, как бы внести в атмосферу немножко тепла, уюта, хотя бы в Zoom, в тот формат, который возможен. И вот Катя Андреевна сняла, мы тоже, можно сказать, дай мне непрекиство китайским коллегой, это была опера. И так хорошо восприняли китайская часть комитета, наши большие руководители китайские. Так им понравилось, они потом спрашивали, кто же это пел. Я думаю, что такие лирические отступления, даже на наших сильно официальных, больших протокольных мероприятиях, очень хорошо сочетаются, и я думаю, что мы в этом году наследим, наверное, заседание уже в очном формате, но я думаю, что мы повторим такой творческий, да-да-да, вот это творческое отступление, творческий элемент, внесённый на этот год. И вам большое спасибо, очень понравилось. С вами тоже, я думаю, что нужно участие, участие в ваших активах. Спасибо большое. Спасибо большое. И я вот так, как Михаил сказал, что то, что вы сейчас увидели, было при участии нашей замечательной Юлии Леонидовны Ещенко, я бы очень хотела, у нас по онлайну должен был подключиться ещё один наш китайский гость, но у нас есть страховочное видео, поэтому очень просим включить страховочное видео ещё одного нашего китайского гостя, его зовут Сун Цзисян. А сейчас Юлия Леонидовна расскажет, кто это. Уважаемые гости, добрый день. Я изучитель компании Fusion Internet, я зовут Сун Цзисян. Сегодня я хотела бы поделиться своим личным мнением на тему потенциального сотрудничества между Россией и экономическими и патриотической индустрией. В первую очередь я хотела бы процитировать высказывание Су Цзиньпина во время его визита в Москву. Он сказал, что необходимо укреплять гуманитарные связи между нашими странами, и это его выражение стало основой моего выступления на сегодня. Как известно, Россия и Китай – это страны с глубоким культурным наследием, и сотрудничество между двумя странами в кинотеографической индустрии уже имеет определенную базу и продолжает загубляться. Кино – это инструмент культурного обмена, который способен не только вызвать симпатию зрителей, но и позволяет создавать глубокие взаимодействия и сопереживания между разными культурами. Мы уверены, что у России и у Китая есть огромный потенциал для сотрудничества и монетарической индустрии. И российское кино известно своим любовью культурным наследием и уникальным художественным стилем. А китайское кино все сосредоточено на коммерциализации и на основном основном. Также он говорит о конкурсе, который я уже озвучила, и говорит о том, что, если будет интересно ваше участие, участие русских режиссеров, русских авторов, сделает этот конкурс максимально захватывающим. И он говорит, что нужно обращаться ко мне, если вдруг возникнет желание поучаствовать. Спасибо большое. Спасибо большое. Хочу вне программы предоставить слово человеку, который совершенно неожиданно оказался сегодня за нашим столом. Это очень-очень-очень большой начальник. Это генеральный директор телеканала «Большая Азия» Александр Алексеевич Ребедев. Вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я на самом деле, как в таких случаях говорят, приехал на этом мероприятии в последнем огоне, в имущественном регировке. Я очень благодарен организаторам этого круглого стола, потому что в его деятельности я бываю на разных мероприятиях, не только международно подсвеченных сотрудничествах с Китаем и с другими государствами, в основном Азии, потому что у нас канал называется «Большая Азия». И я хочу сказать, что такого интересного разговора я не слышал давно, заинтересованного. Поэтому сразу могу сказать, что все, что оказалось сегодня выступающих по информационным партнерствам, садитесь, мы открыты. Найти нас очень просто. Набрать в любом ГСК-вике «Большая Азия» вы видите телеканал, сайт у нас телеканал с аудиторией более 55 миллионов. Мы, конечно, не отточимся. Некоторые по-прежнему спрашивают, на какой кнопке смотреть, вы дециметровые или метровые. Я рассказываю о том, что уже нет метровых и дециметровых, мы все перешли в цифру. Но если быть очень кратким, я скажу, что мы работаем одни из немногих. Конечно, с медиакорпорацией работают многие. Есть комитет, который возглавляет с нашей стороны руководитель Думы России сегодня, по стороне Китая, руководитель медиакорпорации Китая Шенгай Сюн. Но даже из, я имею в виду, Дмитрия Письева, у которого сегодня был день рождения. И Шенгай Сюн – это достаточно уникальный человек, и презентация медиакорпораций. Но нельзя сказать, что даже для Китая достаточно редкая история, когда человек руководит самым крупным медиа-активом не только Китая, но и мира. Медиакорпорация создана в 2018 году и является одновременно, он на 20-м съезде, избранном в Центральном комитете, Компартии Китая, и совмещает должность заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПК. Вы понимаете уровень его политического влияния и уровень отношений, в том числе и у организаторов сегодняшнего мероприятия по Китаю. Но я совсем недавно выступал перед аудиторией, связанной с торговой промышленной палатой, наши коллеги, мы работаем и, ну не поверите, начиная с журналистов, я не понял, что я хочу кого-то покритиковать. Это прежде всего критика мой ангел, потому что никакой это не большой начальник, я организатор медийного процесса, уже там лет 30, наверное, это моя вторая специальность, я 29-го инвестору служил в вооруженных силах, могу точно сказать, что сегодня все ушли в интернет, это хорошо, но у нас практически отсутствует коммуникация. Ведь основная тема сегодняшнего разговора сейчас предпринимательство, да, с перефиром, а предпринимательство это все-таки бизнес, говорим о площадке бизнеса, а путь в бизнесе лежит через знания. Поверьте мне, мы про Китай практически ничего не знаем. Я больших начальников спрашиваю, что такое медиакорпорация Китая. Отвечаю, ни один не ответил. Вообще, про CCTV, что понимают, что это объединение CCTV, CGTN, как это работает, чем они занимаются, сегменты есть, а понимания общего нет. На самом высоком уровне российских китайских отношений одна уважаемая женщина спросила руководителя евразийского бюро, который находится в Москве, нашего партнера в Ангине, а вы имеете отношение, он руководитель всего 7 бюро по миру, она мне говорит, а вы имеете отношение к CCTV? Слава Богу, что она CCTV знает. Я о чем хочу сказать. Путь в бизнес лежит через знания. Эти знания надо черпать там, на той площадке. Не здесь 258 синологов, которые транслируют иногда крайне непонятные вещи, потому что информационное пространство нашей страны, давайте с этого начнем с видео, я уважаю. Оно по-прежнему ориентировано на мир англосаксов. Посмотрите основную федеральную повестку. Мы прекрасно знаем о проблемах Макрона. И Макрон освещает, как он приехал в Пекин. Мы прекрасно знаем, чем живет Трамп. Мы прекрасно разбираемся в проблемах мирового вегеминизма Соединенных Штатов Америки. Но мы даже по ключевым вопросам повестки дня не понимаем позицию не, вот мы говорим о лидере Синцентине, а есть еще тут звучало слово Игия, есть большая страна в Азии, мы не знаем про Наредор Моди, не понимая про их программы и продукты. Поэтому не очень говорили с точки зрения Болеода, про кино, про киноиндустрию Индии. Мы создали более пяти лет канал, потому что, смотрите, недавно висит Цитзинбина, почему Кружный стол состоялся в ГИМО? Потому что инициатива формирования сообщества и киды судьбы человечества, глобальная мировая инициатива, была транслирована на площадке ГИМО 10 лет тому назад. Точно так, как идея большого иеразийского партнерства, которая ушла в Казахстан, была транслирована на площадке Московского госуниверситета. Поэтому я приглашаю вас, зайдите, посмотрите. Мы делаем в неделю 9 выпусков новостей. Я хочу сказать, что за пределами Китая никто не делает больше информации о Китае, о лентах Китая. Мы имеем доступ к двум платформам, CCTV и CGTN. Мы делаем 75 минут монтированного материала. 75. Мы в Ермане открыли телеграм-канал «Китайская панорама». Мы дали новость о звонке Цитзинбина раньше всех средств массовой информации. Потому что мы получаем информацию непосредственно с платформы медиакорпорации. Во-первых, она проверена. Она проверена нашими китайскими партнерами. Мы полностью отвечаем за любое слово, которое мы опубликовали. У нас, я не буду там прослеживать такой рост. Кому будет интересно, вы берете китайскую панораму, зайдете, посмотрите. Мы не перегружаем там, как некоторые телеграм-каналы по 200 новостей, когда невозможно прочитать. Но 30, допустим, 35 новостей, актуальной повестки мы делаем. И люди, которые с нами работают, начинают меня спрашивать. Слушай, а это не фейк, что ли, свою станцию построили? Это не фейк, даже то, что они уже думают об интернете на обратной стороне Луны. И то, что наш Роскосмос подписал соглашение. Это все есть. Мы этого просто не знаем. Мы не знаем культуру, историю. Вот сегодня, я уже сказал, есть одно интервью по культуре. Открывается фестиваль. У нас очень много мероприятий проходит. Но вы правы. Информационного сопровождения нет. Это вы, да, Игорь Юрьевич, сказали, ищите деньги. Конечно, ищите деньги. А нет денег, идите в интернет и там поставьте себе 17 лайков и закончите мероприятие, в которое вложили миллион рублей. К примеру, рубля. Это колоссальная история. Поэтому сразу скажу. Все проекты, которые сегодня звучали, я там сидел, ставил крест и норики, большие птички, мы открыты, мы готовы выступить информационными партнерами. У нас нет поддержки государства. У нас частый канал. Мы работаем без копейки государственных денег. А за девочек? Потому что поддержка идет, нет азиатских проектов. Мы говорим, что Большая Азия сегодня это больше, чем Евразия. Потому что мир на наших глазах меняется. Сегодня два колоссальных сегмента мировых. И Китай, без сомнений, является драйвером этого нового процесса. Но мы о нем ничего не знаем и делаем все, чтобы меньше людей знали. Хотите, выйдем после совещания, пройдем по улицам и спросим, что люди, которые идут мимо общественной палаты, знают о Китае. Мы ужаснемся. И мы должны с вами, каждый на своем деле, работать, работать и работать. Мы в самом начале пути. И надо учиться у наших китайских товарищей, как это организовывать и делать. Не только в анимационном, но как государство должно поддерживать идеологию. У нас сегодня, к сожалению, все прикрываем идеологию. А на ней все, когда мы забыли. Затушая, спасибо еще раз, я очень благодарен, что доехал к вам. Спасибо большое, коллеги. Давайте проведем фестиваль китайского кино. Но с делегационным сегментом, потому что мы же знаем, по правам управимся. Дали права на третий кинотеатр, посмотрела 500 человек. И все. Давайте дадим аудиторию. Если мы сейчас идем с этим протушком на каналы первого и второго мультиплекса, скорее всего, мы услышим одно слово, короткое, не формат. Не формат, да? Давайте сделаем наш формат. Давайте проведем серьезный фестиваль. Давайте объединемся вокруг организаторов. Я уверен, что предпринимание, в котором сами работают, вытянуто эту историю. Спасибо. 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 Друзья, немножечко сейчас вне последовательности нашей программы, потому что сейчас по ходу события очень важно, чтобы мы поговорили о юридической составляющей наших партнерских взаимоотношений между российскими, китайскими и корейскими партнерами. Спасибо. И у нас сейчас по теме, как нам правильно юридически оформлять документы, какие мы должны соблюдать правила, выступят два спикера. И первый спикер – это управляющий адвокатского бюро Ива Элори, кандидат юридических наук, преподаватель магистрской программы юридического факультета МГУ имени Ломоносова Борис Сергеевич Брусков. Борис Сергеевич. Здравствуйте. Уважаемый коллеги, спасибо. Спасибо. Для меня большая честь в такой аудитории выступать специалистов, экспертов. Но вы представили, что стоит обсуждать документы. Я думаю, наверное, не стоит сейчас обсуждать документы. Это довольно-таки скучно. Как парадоксально, что это говорит юрист, но это правда очень скучно. Я хотел поделиться своими разрушениями относительно закона КНР о содействии и развитии кинематографа и какие мысли ко мне пришли во время его изучения. Наш закон, он был принят в 1996 году и называется он «О государственной поддержке кинематографа». Все, наверное, помнят, 90-е годы – это очень сложные годы. Не только для кинематографа, но и вообще для экономики нашей страны, для политической ситуации. Поэтому, собственно говоря, во многом он так и называется. И название – это не игра слов. Содержание этого закона определяет его дух, его направленность, ту сферу отношений, которую он должен был регулировать. В целом, много здесь людей уже говорили о том, что нужно найти деньги. Вы понимаете, когда приходили к инвестору, или была сам инвестор, или это как послочная невеста, он говорит, что его украдет. Но, естественно, не задается вопросом. Китай, как вы понимаете, имеет определенную историю эксплуатации страны, которая нарушает центральные права. На самом деле, это не совсем так. Последние лет 10 Китай рванул вперед в части и усиления законодательства, и судебной практики, и защиты интеллектуальной собственности, и производителей, и товарным знаком, и промышленной собственности, и по авторским правам. То есть, в целом, там не все так плохо. То есть, мало того, что, в принципе, авторские права у нас двух сторон, где защищают свои китайские права в России. В Китае, помимо долгой регистрации этого знака, можно инвестировать в дизайне персонажей в Центре по защите авторских прав. Достаточно быстрая процедура, если там предварительно что-то появится, там украдут, например, какие-то добросовестные партнеры. Усиливается судебная защита. Презентация, в принципе, очень подробная, но это, в самом деле, больше почитательно потом. Кому интересно, в 2021 году были последние подтравки в закон об авторском праве, которые, в принципе, для кинематографа ввели достаточно существенную защиту. Наконец-то кино начали вызывать аудиовизуальные произведения, защитили права коллективные, защитили в плане штрафов в целом. И важно сказать, что ваши права в суде, они будут защищаться. Даже если вы русский партнер, который идет в Китай. В Китае с 2014 года начали создавать систему интеллектуальных судов по интеллектуальным правам. Сначала это были в 2014 году в Шанхае пара городов. В 2019 году создали высший суд по интеллектуальным правам. Ребята хорошо работают, читала этот счет за прошлый год. Там три тысячи дел. То есть, действительно, система защиты наших прав в Китае развивается. Здесь я привела пару примеров судебных дел. В 2022 году японская компания, то есть, компания иностранная, выиграла против нескольких китайских компаний суд по персонажу ультрамена. Они попытались там свои коммершиал использовать. И даже выискивать 2,5 миллиона нюаней. Это хороший показатель, что иностранцы в Китае защищаются в том числе в суде. Защищаются можно с точки зрения практики. Интересно, конечно, был кейт в 2020 году, когда суд сравнил разных персонажей. Там даже на картинке они не совсем похожи. Тем не менее, суд решил, что не похожи. Тоже взыскал, запретил использование в виде игре персонажей. Для информации это может быть важно, потому что, ну, вы понимаете, что у вас там может быть ценный персонаж. Вы вложили деньги, что-то очень похоже нарисовали, начали продавать игрушки. Неприятно. Это то, что задают вопросы инвесторы. В Китае сейчас действительно улучшается система защиты прав. Там есть административная, гражданская ответственность. Можно взыскать на 5 миллионов юаней в суде. Есть уголовная ответственность. Здесь мы попытались, потерялись в ассоциациях. Собрались все ассоциации Китая, органы КОПКИ. Вам интересно потом в презентации. Также хочу немножко поделиться в целом, то есть, при инвестициях в Китай. Нужно учитывать, что это очень зарегулированная сфера. Если вы идете либо в совместное предприятие, но у вас не более 40 процентов. Либо это договор, на котором вы получаете разрешение, чтобы его заключить. И там, в принципе, есть определенные ограничения. То есть, если вы приходите на этот рынок. Ваш китайский паршнерслон держит 51 процент. Это нужно учитывать. Потому что у нас в прошлом году был кейс. Мы по 13 процентов написали. Люди заключили договор на совместное пинопроизводство. Но не учли все способы, почему нужны договоры приписывать детально. Не учли все способы прибыла. Люди потеряли, потому что договоры не прописали просто банально. Отдельный способ получения денег там онлайн. Тогда претензии не помогли в данном случае. Поэтому, если вы идете, заключаете договор, пожалуйста, привлекайте юристов. Прописывайте максимально детально все, что вы там будете. Как вы будете получать прибыли. Как вы будете монетизировать. Как вы игрушки. Думайте о том, что если вы монетизируете, выпускаете чебурашку, а потом уйдет на рынок. Ну давай, знак вопрямо зарегистрируйте. Иначе это сделает кто-то еще. Это делается мгновенно. То есть на стадии, когда мы приходим в Китай с подрядчиками какими-то, как вы переговаривались. Через несколько дней появляется в реестре новая заявка на товарный знак. Каким образом эта информация сливается, мы не знаем. У нас квотеры, так называемые. Это люди, которые специально регистрируют чужие товарные знаки, чтобы вам их продать. Или вас пошантажировать. Есть такой нюанс. То есть нужно желательно заранее эти моменты просчитывать. Соответственно, нужно еще также учитывать, что кинопроизводство, кинопрокат в Китае – это жесткий административный контроль. То есть это самые различные разрешения на все, на создание, на сценарий, на импорт, на экспорт, на оборот, на демонстрацию. Это обязательно цензура фильма. Это любые разрешения на совместное производство. То есть иностранец, как коллега правил сказал, не может в Китае сам создавать кинопроизводство. Это, в принципе, логично. Оскорбление контроля. Цензура, честно, мы… Понятно, что не совсем тема сегодняшнего заседания. Но достаточно интересная тема – это цензурирование кинопроизводства в Китае. Мы попытались с ней хорошо бороться. В Китае система цензуры – это такой постоянный баланс между капитализмом и необходимостью сохранять моральный дух публики. Скажем так, есть фильмы, которые, условно, проходят, есть фильмы, которые зарубают время. Соответственно, к сожалению, здесь влияет на то, что в Китае нет системы рейтинга по возрастам, и это немножко ухудшает систему цензуры, дает ее вибрализовать. И, соответственно, последний слайд – это у меня небольшой комментарий, как себя обезопасить. Отчасти я уже сказала. Вы правильно заключаете детальные договоры, прописываете все пункты. А также, кто-то, знаете, кинопроизводство, знает документы по сбору ваших детальных прав. То есть у вас должна быть Библия, где у вас прописано, в кого, где, как вы взяли права, и ваша китайская сторона тоже должна это предоставлять. Надо знать, кто у вас участвует, какие компании у вас участвуют в вашем проекте, кто берет права. Эти права переданы на верхушку компании, которая приедет все ваши права и является вашим основным активом. И, пожалуйста, маленький момент. Многие на нем попадались, не только в кинопроизводстве. Если вы заключаете договор, это касается китайских наших товарищей и русских, куда вы загоняете деньги, где находится ваш основной актив, по праву той страны заключаете договор. И если вы отправите деньги в Китай, заключаете, не постесняйтесь немножко заплатить денег юристам, но заключаете договор по китайскому праву. Потому что, если у вас будут суды и договор актив в разных странах, вы потом не сможете эту цепочку реализовать, получить ваши деньги обратно. Это касается то же самое китайцев, которые, допустим, инвестируют сюда, в Россию, и в наших кинопроизводителей там. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Я даже помню, что вот эта тема по защите интеллектуальной собственности, взаимной защите для России и стран Азии, надо сделать вообще отдельное мероприятие. Юлия Владимировна, мы напишем вам просьбу, сделать совместное мероприятие по интеллектуальной собственности. Роман «Вокзал для твоих» и еще «Жестокий романс» — это очень популярные и крутые произведения для нас. Почему? Потому что там очень классные, художественные стили. И я думаю, что, хотя мы, конечно, тоже, как сказать, посмотрели забавные фильмы, например, «Елки», это нам тоже знакомые, но в самом деле мы, конечно, очень хотим наслаждать какие-нибудь настоящие русские, то есть произведения, которые связаны с настоящим русским духом. И еще есть, я бы хотела упомянуть фильмы, военные фильмы, например, «Судьба человека», это очень классический фильм для нас. Не только потому что у нас тоже есть похожая, тяжелая история, антифашистская история, но это тоже, то есть мы тоже можем чувствовать русский дух в этом фильме. Поэтому это нам тоже очень нравится. И еще я бы хотела поменять, это как раз, которые мы молодежи очень любим, это мультики. Это, конечно, нам тоже нравится, например, «Золушка», и я еще вспомню, есть какие-то маленькие, короткие мультфильмы, например, «Ёджик в тумане» или «Мумо», это как раз классика Дургенева. Это нам тоже очень нравится. Мне кажется, что у российских фильмов действительно очень хорошая техника про мультики. И, конечно, еще есть хорошие современные мультики, например, «Коды Элементажа», тоже очень крутые, мне кажется. И еще есть, мне кажется, нельзя пропустить фильмы про космос. В России, конечно, очень хороший фильм про космос. Мы смотрели, ну, последний фильм называется «Вызов», конечно, это очень известный теперь в России. И нам тоже очень интересен этот фильм, потому что мы, снятые в реальной космосе, это, конечно, очень большой прогресс не только для России, и также для всего человечества. И еще есть другое, называется «Время первых». Это история Алексея Леонова, да, «Первый человек в открытом космосе», тоже очень крутая, да, потому что там есть очень много реальных деталей. Это мне очень удивлялось. Я бы еще хотела сказать немножко, то есть, наверное, вы знаете, наш фильм «Пруждающая Земля», это тоже про космос, тоже очень крутое. И я, в самом деле, читала какие-то комментарии. Это не, в самом деле, положительные комментарии про этот фильм. Есть одно, рассказывать, что у нас какое-то оборудование для космонавтов, как «Дисневские» от Рациона, то есть, что-то похожее на детская икра. Но я совсем понимаю, потому что в русской космической фильме есть очень реальные такие технические детали. И я об этом совсем понимаю, поэтому я думаю, в этом сфере мы, китайцы, мы можем научиться русских, чтобы мы тоже можем показывать более реальные такие технические детали. И есть еще, то есть, мне кажется, художественный жанр фильмов, это тоже нам очень нравится. Я, в самом деле, у меня есть два, всего два. Один называется «День мертвых». Этот фильм про маленькое путешествие сына и матери, они отправились в День памяти предков. Ну, это, то есть, история очень простая. Это, я думаю, не много расходов, но очень-очень красивые, немножко грустные. Но мы можем почувствовать такую эмоцию, и поэтому это тоже очень круто. Есть еще один называется «Мишсезонье». Это произвлекление подростков, российских подростков. И это, ну, не только потому что мы в одном возрасте, но тоже потому что там есть хорошие, красивые кадры, красивой музыки. И, конечно, это более, то есть, поближе к нашим молодежи. И такое фильм нам тоже очень-очень нравится. Это все, ну, с меня. И, в общем, теперь туфель, она нас может говорить даже попозже. Обратите внимание, какой блистательный русский язык. Вот такие китайские зрители смотрят. Девочки, мы только попали две минуты, ладно? Хорошо. Всем здравствуйте. Да-да-да-да. И я очень рада, что у меня есть возможность учиться в этом мероприятии. И спасибо Анастасия за прикрепление. Ну, честно говоря, то того, как-то я начала изучать русский язык, я мало смотрела русские фильмы. Но один русский фильм, который я смотрела, который называется «Омудрагон». Ну, не знаю, вы знаете об этом фильме или нет, но это очень известный современный русский фильм в Китае. Но я думаю, что почему этот фильм так известен в Китае, потому что герои в этом фильме очень красивы. Но этот фильм – это романтические и фантастические фильмы. И, к сожалению, мне кажется, современных русских фильмов в Китае сейчас очень-очень мало. И мы больше смотрим, точнее, советские фильмы. После того, когда я изучила русский язык, конечно, я больше смотрела советские фильмы. Например, эти советские фильмы не только используются по градусам в России, и тоже за рульом. Наверное, например, «Москва. Сибирь не верит», «Ирония судьбы» и тоже «Сибирьский телевидник». И этот фильм я смотрела много раз, потому что в этом фильме есть праздник Масленица, и наши приворовательницы просто хотели, чтобы мы лучше знали, что такое праздник Масленица. Поэтому я смотрела этот фильм много раз. И сейчас я в Москве, и как раз у нас есть занятия по русским фирмам. Назови какой вуз, в каком вузе вы учитесь, чтобы все знали, откуда зрители, из какого вуза. Это хорошо. Мы учимся на МГУ, Московском педагогическом университете, и мы сейчас на третьем курсе. И на занятиях мы смотрели многие жанры русских фильмов. Мне кажется, это чуть-чуть как стереотип, потому что мы в Китае только смотрели советские фильмы, поэтому в моей памяти только советские фильмы. Но сейчас я в России смотрела разные жанры, например, «Мороз», «Морозка». Сказали, что этот фильм каждые русские дети обязательно смотрят в детстве. И тоже «Девчата». И музыка в мультфильме «Анастасия» и тоже жестокий аромат. Это очень печальная история. И назвать мой самый любимый русский фильм я не могу, но мне нравится фильм «Яшка» в Москве. Наверное, потому что я сейчас живу в Москве, и мне кажется, некоторые стены в этом фильме отражаются город Москвы в то же время. Например, «Классная площадь», «Часы Брутей» и тоже станция метро «Университет». И в то же время на «Классную площадь» можно проехать автомобили, но, думаю, сейчас нельзя. Поэтому я тоже является частью в истории города Москвы. Печатаемся. А, это всё? Ну, да, да. Надеюсь, что сотрудничество между Китаем и Россией в области кинематографии будет быстро развиваться. И тогда, когда мы вернемся в Китай, у нас тоже есть возможность здесь смотреть больше прекрасных русских фильмов. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Друзья, мы с вами используем всю программу. Спасибо вам огромное. Каждому извините, если кому-то не удалось предоставить слово, я предоставлю руководство управления. Юлия Геннадьевна, вам совершайте. Да, спасибо. Действительно. Два с половиной часа. Но тема такая, мне кажется, с вами другой-другой уже все заснули. А мы тут и клип смотрели, и трейлеры. Спасибо большое каждому, кто сегодня выступал и участвовал. Я повторюсь, мы не так часто на эту тему здесь собираемся и общаемся. Я для себя тоже отметила очень много проектов, предложений и идей. В кино это, конечно, наверное, самый короткий будет друг про друга узнать. Можно даже не ездить никуда. Может быть, не всегда самый достоинственный, но короткий. Короткий, красивый, приятный способ узнать друг про друга побольше. Да. Поэтому... Ну, это с одной стороны. С другой, это, конечно, процесс, связанный с производством, с интеллектуальной собственности, с защитой бизнес-интересов, с коммерческой страной. В общем, поговорить много о чем нам еще предстоит с вами. И мы, как комитет, я думаю, все-таки сейчас активизируемся в этом направлении, потому что в школе скоро еще и у нас следующий год обменов в области культуры. Китай очень ответственно всегда подходит к дам, к перекресту. У нас год спорта идет. Так у нас Елена Александровна, наш председатель, на расхват. Там все ей дороги открыты. Вот мы все за спорт. Я думаю, такой же подход будет и к следующей теме. Поэтому комитет, конечно, открыт для предложений. Приходите, обращайтесь, дергайте. Мы, конечно, про все, но и вам тоже будем рады оказать всяческую поддержку всем, кто связан с киноиндустрией. Поэтому еще раз спасибо за такой интерес живой в предприятии. Будем с вами на связи. Спасибо. Спасибо.